Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова доброе утро и коротко о главном. День второй. Голосование по поправкам в Конституцию России. Определены места, наиболее удобные для избирателей, где можно проголосовать прямо на улице. Можно успеть это сделать даже по дороге на работу. Комфортные и вместительные. Вообще, в целом, для города очень удобно. Парк общественного транспорта ждет пополнения. На улице выйдут новые автобусы. Их делают в Ульяновске. Жители нового города ждали этого больше полувека. Не шесть лет было, когда делалось эту дорогу. Благоустройство Заволжского района продолжается. Сегодня второй день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится включительно до 1 июля. Официальные представители избирательных комиссий утверждают, что голосовать сегодня не опаснее, чем сходить в аптеку или магазин. На участках, как стационарных, так и уличных, соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Напоминаю еще раз, что форм голосования несколько. Проголосовать можно как и ранее, стандартно, на избирательном участке с 8 утра до 8 вечера. Так и, соответственно, пригласить участковую избирательную комиссию к себе домой. Напоминаю, что это сделать можно без всяких причин. Важно только желание избирателя пригласить к себе участковую избирательную комиссию. И напомню, что все процедуры будут соблюдены. И в том числе обеспечено бесконтактное и безопасное голосование. Ну и, конечно же, вот сейчас мы присутствуем на голосовании в местах общего пользования. То есть в каждом избирательном участке, в которых у нас в городе 260, определены места, наиболее удобные для избирателей, где можно проголосовать прямо на улице, как сейчас. Где по пути на работу, по пути с работы, по пути домой. Вот в Ленинском районе это организовано с 16 до 20 часов. И вот мы присутствуем вот здесь, на проспекте Нариманово, где участковая избирательная комиссия организует голосование для тех, кто желает проголосовать не на избирательном участке, не у себя дома, а вот идя по пути по своим делам, имея с собой паспорт. И, соответственно, выразив волеизъявление, высказав свое мнение относительно предлагаемых поправок в основной закон нашей страны. Избирательные участки на улицах и внутри дворов будут действовать по 30 июня. Основной день голосования 1 июля. Он будет выходным. Парк общественного транспорта пополнит 70 новых автобусов. Их производят на ульяновском предприятии СИМАС. Глава региона Сергей Морозов побывал на заводе и самооценил транспорт, который выйдет на ульяновские улицы. Ну, вообще, в целом, для города очень удобен. Это уже не микроавтобусы, не эти маршрутищи, а уже автобусы. Здесь сейчас совершенно по-другому с точки зрения комфорта, безопасности для людей. Я, например, он достаточно скоростной. СИМАС производит городские автобусы среднего класса, в том числе по программе «Доступная среда» с низкопольной задней площадкой и сметановым двигателем, а также междугородние и пригородные автобусы среднего класса. Напомню, в прошлом году именно СИМАС удостоился высокой награды – звание лучшего предпринимателя года за выпуск пассажирских автобусов. Из аэропорта Восточный накануне вылетел опытный образец самолета российского производства. МС-21-300 на ульяновском предприятии получил авиационную ливрею. Планируется, что серийное производство самолетов нового поколения в перспективе заменит российским авиакомпаниям иностранные модели. Впереди у образца долгие часы сертификационных испытаний, на которые машина отправилась с ульяновской земли. Прежде чем покинуть воздушные ворота аэропорта Восточный, на ульяновской земле МС-21-300 пробыл 11 суток. Именно здесь самолет получил финальный штрих в своем облачении. По заказу на ульяновском предприятии судно покрасили. Для создания ливреи на новом пассажирском самолете у специалистов ушло 350 литров специальной авиационной эмали. Ее наносили по уже серийной технологии. Для самолета окраска – это же не только декоративное покрытие. В первую очередь окраска несет защиту от окружающей среды, то есть от воздействия окружающей среды, в первую очередь от коррозии. МС-21 – итог кропотливого труда разных авиационных предприятий. Воздух, машина поднимется на ульяновском крыле. МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения. Благодаря использованию композитных материалов от своих аналогов, модель будет отличаться уменьшенной массой пустого самолета. А в сочетании с внедрением бортовых систем нового поколения и двигателя создатели рассчитывают на более совершенную аэродинамику. «Хорошая машина, современная. По последнему слову, науки и техники. Спасибо большое». После покраски свежий самолет из Ульяновска отправился в подмосковный Жуковский. Там судну предстоит пройти все необходимые сертификационные испытания. В случаях успеха перспективный авиалайнер сможет не только заменить российским авиакомпаниям иностранные аналоги, но и выйти с предложением на международный рынок. Тем временем в Ульяновске продолжаются благоустроительные работы. Новый асфальт расстилается на дорогах и придомовых территориях областного центра. Выполнение работ на личном контроле глав региона и города. На этот раз под пристальным вниманием Заволжский район. Здесь начали подготовку к замене тротуаров на проспектах Туполева, авиастроителей, а также на Ульяновском и Созидателей. Все работы проводятся исходя из пожеланий местных жителей. Были, скажем так, высказаны замечания. Их, конечно, не очень много. Все замечания приняты во внимание. И заказчикам подрядной организации на сегодняшний день вырабатываются мероприятия, которые позволят устранить эти замечания. Общая протяженность тротуаров, согласно запланированному проекту, составляет более 4700 погонных метров. Еще год назад новгородцы страдали от разбитых дорог. По ямам и выбоинам с трудом можно было прогуляться с коляской до ближайшего магазина. По словам жителей, последний раз ремонт дорожного полотна на Туполево делали 50 лет назад. Мне 6 лет было, когда делалась эта дорога. Сегодня лежит шикарный асфальт, причем лежит на Туполево, на половину дороги. Сергей Иванович, я вам сейчас просто показать. Я прям с утра специально сейчас прошелся, делается ремонт на самом деле. Смотрите, вот эти бордюры, никогда вот эта дорога, вот этих бордюр не видела, как таковы. Помимо тротуаров, по просьбам жильцов близлежащих домов, властями было принято решение заменить уличное освещение вдоль пешеходной дороги. Здесь будут современные, новые освещения, которые безопасно и комфортно позволят людям в любое время суток здесь ходить. Благоустройство аллеи Карбышева ведется два года. За это время заменили асфальтовое покрытие, установили лавки с урнами и оборудовали зону для отдыха с современным освещением. Получается, это очень мало, да, и мы хотим комплексное развитие. В дальнейшем эта территория уже будет, скажем так, такой территорией развития, которая будет соединять сквер Антонова, который находится возле Авиастара, и парк Прибрежный. Потому что эта вся аллея рассекает весь новый город посередине. Сама же парковая зона будет оснащена видеонаблюдением. А за соблюдением порядка будут наблюдать сотрудники полиции и дружинники. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Социальный характер российского государства приобретает новое качество, сказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Продолжение прямой поддержки семей с детьми – это шаг, который говорит о новом качестве социальной ответственности нашего государства. Именно за такое социально ориентированное государство всегда выступала партия «Справедливая Россия», заявил Сергей Миронов, комментируя обращение Владимира Путина. Президент страны объявил о повторной выплате в июле 10 тысяч рублей на каждого российского ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. И о продолжении поддержки семей с детьми, где один или оба родителя потеряли работу. Это решение лишний раз свидетельствует о том, что социальный характер нашего государства приобретает новое качество. Страна не просто гарантирует определенные социальные стандарты, но и готова в трудные дни к оперативным нетривиальным действиям, чтобы поддержать граждан, которые в обычное время в такой поддержке не нуждаются. И приоритет в помощи справедливо отдается семьям с детьми. Эту помощь в трудный момент уже оценили миллионы. Люди за эти месяцы убедились, что социальный разворот государства к их конкретным нуждам, которые Владимир Путин провозгласил в начале года, это позиция принципиальная, не конъюнктурная. Именно за ее закрепление в Конституции мы будем голосовать. И наша задача, как парламентской партии, делать все, чтобы и впредь после всяких пандемий наше государство сохраняло эту высокую степень своей социальной ответственности, сказал Сергей Миронов. Снести нельзя оставить. Запятую в многолетнем споре между жителями рабочего поселка Старая Майна и частным лицом, самовольно захватившим земли общего пользования, поставил суд. Местный предприниматель перекрыл доступ к Волге своим же землякам, выстроив забор и посадив охрану. Несколько лет жители добивались справедливости. Чем закончилась тяжба, расскажет Ирина Силкина. Сегодня местным жителям, можно сказать, повезло открыть свободный доступ к пирсу. И только благодаря приезду нашей телекомпании. Обычно эта зона полностью перекрыта. Великой китайской стеной прозвали старомайнцы этот забор. Тяжелые кованые ворота сегодня нараспашку. Местные жители говорят, что слухи о приезде федерального ТВ заставили и ворота открыть, и злую собаку убрать. Но все еще висят вокруг всевозможные запрещающие знаки и даже выписки из статей Водного кодекса Российской Федерации. Все, чтобы не допустить местных жителей на самовольно захваченный выход к Волге. Захотел виноградов забор поставить, до самого уреза воды поставил, что людям невозможно пройти вдоль берега. Встречался, призывал его к совести. Говорю, давай мы будем благоустраивать, пользуйся. Он мне на какие уступки. Вот я буду сам облагораживать, благоустраивать, но пока все не сделаю, никого пускать сюда не буду. На нашей земле, говорю, забор поставил, ворота повесил, беседка у тебя стоит, теплица стоит, собака стоит. Вот было решение суда, да, его застали снять, он снял. Приехали судебные приставы, с фотографией снял, они уехали, опять повесили. Коренные жители вспоминают, здесь даже купались когда-то. Ребятишки купались, места отдыха, здесь рыбаки причаливались, причал тут был небольшой, ребятишки купались. И вот я не помню в каком году Нина Коломборисова, заведующая аптекой, пенсионерка, она подняла вопрос, почему начали здесь бетонировать, и все, закрыли берег и сделали забор. Но, как оказалось, не все против забора. Прихожане местной церкви, которые находятся здесь же, на берегу, беспокоятся, что если доступ будет открыт, они лишатся покоя. Я, например, против того, чтобы здесь вот ломали вот этот вот ворот и эту стену, потому что все равно, как ни говорите, это церковь как бы, да, бабушки ходят, бабушки молятся, да, представляется, молодежь будет приезжать здесь, будет включаться музыка, вот этот вот бом-бом-бом, как обычно у нас. Но и не место это для купания, утверждают люди. Да, я все детство тоже провела на этом же берегу, да, мы купались, да, здесь была боржа, был доступ какой-то, но сейчас эту боржу срезали, никто не видел, как ее срезали, да, все остальное осталось под водой. Был случай, когда мальчик нырнул, парень, 18-летний, он растек себе голову, погиб. Кто за это будет отвечать? Глава Старомайнского городского поселения подтверждает, чтобы очистить воду и оборудовать пляж, нужны многие миллионы, которых просто нет. Но вот укрепить берег и сделать красивое место отдыха для селян планируется уже в 21-м году. В этом году удалось убедить область, выделенные областные деньги, проектируется набережная и береговое укрепление. Ну что имеется в виду? Ну какие-то лавочки, значит, деревья, беседки. А местная прокуратура еще и напоминает, забор, по сути, перекрыл подъезд к воде пожарным машинам. Были вскрыты грубейшие нарушения земельного и природоохранного законодательства, которые выразились в самовольных постройках на части береговой полосы Куйбышевского водохранилища в рабочем поселке Старая Майна и об ограничении доступа граждан к береговой полосе. Чтобы защитить интересы граждан, представители Старомайнской районной прокуратуры обратились в суд, а представители захватчика прибрежной линии прибегли к казуистике. В поиске отсутствует указание, в чем же конкретно заключается нарушение Виноградовым и интересов неопределенного круга лиц. Но четыре заседания спустя разбирательство закончилось победой жителей. Требования прокуратуры полностью удовлетворены. Теперь у ответчика есть 10 дней на обжалование, по истечению которых решение суда вступит в силу и забор должен быть убран. Вместе с воротами и собакой. Ирина Силкина, Герман Баранов, Вести Ульяновск, из Старомайнского района. День бесплатной юридической помощи. Или позвонив по телефону горячей линии 8 800 100 13 84. Напомню, дни бесплатной юридической помощи проходят в Ульяновской области ежеквартально. В среднем за юридической помощью и поддержкой обращается более трех тысяч человек. Страна должна знать своих героев. Ульяновской области нашли фото 31 ульяновского участника парада Победы в 1945 году. Сделали это сотрудники госархива «Новейшая история нашего региона». Они запросили документы в Центральном хранилище Министерства обороны. В ходе кропотливой работы было идентифицировано 13 подвигов, которые совершили найденные герои. На данный момент исследования продолжаются. Мы нашли их биографии, мы нашли их боевой путь. И, собственно, вот сегодня мы решили представить их широкой аудитории. Снимки участников легендарного парада разместят на сайте госархива. С ними смогут ознакомиться все желающие. Архивисты надеются, что среди них найдутся люди, у которых есть дополнительная информация о героях. Это позволит восстановить славную историю об ульяновских защитниках Родины. И пока медики одерживают все новые победы в борьбе с коронавирусом, представители целого ряда профессий обеспечивают город всем необходимым. И среди них работники торговли. О том, как они помогают делать нашу жизнь безопасной и, конечно же, вкусной, в репортаже вестей. Пока эпидемия бушевала и сегодня, когда опасность медленно отступает, торговые сети позаботились, чтобы закупка продуктов, как и раньше, оставалась безопасной для здоровья. Маски, перчатки, антисептики, а также дезинфекция рабочих поверхностей и уборка каждые три часа. Процедура, как в больнице, строго по расписанию. В наш магазин приходит очень много людей. Каждый находится в зоне риска. Поэтому мы следим и обрабатываем поверхности и смотрим, чтобы наши покупатели соблюдали безопасную дистанцию. И самое главное для нас – это здоровье наших покупателей. Сегодня важно свести к минимуму риски заражений в местах массового скопления людей. Длительность пребывания покупателей в магазине увеличилась. Теперь люди предпочитают закупаться впрок. Работа в пандемии – очень серьезное испытание. Но мы же не могли самоизолироваться и вообще не работать. Люди тогда остались без еды. Поэтому мы выходили каждый день, рисковали своим здоровьем, но старались для наших покупателей. Сейчас важно не потерять бдительность и не допустить второй волны. Поэтому безопасность на первом месте. На продавцах же двойная нагрузка. Обслуживать нужно быстрее, а следить за чистотой – более пристально. Продавцы работают в масках и перчатках, а на входе средства защиты выделяют покупателям. Также есть антисептики, чтобы можно было обработать руки. Пик коронавируса пройден, но сотрудники магазинов подчеркивают, даже после эпидемии полезные привычки протирать рабочие поверхности антисептиками непременно останутся. Артем Петров и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Поздравили ветеранов, посетили храм, переполошили город Риова-Моторов и даже спасли человека из пожара. В Индии прошел ежегодный мотопробег, посвященный Дню Великой Победы. В этом году он юбилейный. Байкеры уже в 20-й раз собираются в Малиновом крае Ульяновской области. У них все разговоры о прекрасном, о мотоциклах. Тем более, что в связи с пандемией сейчас встречаться удается нечасто. Небольшой мотопробег по Индии как отдушина. Его бессменный организатор и местный автопрофессионал Алексей Фалин собирает байкеров на Индзенской земле уже в 20-й раз. И постоянно удивляет гостей чем-то новеньким. Вот, например, показал свой частный музей. Коллекцию ретро-мотоциклов. Почти все они на ходу. Самому старому из них 80 лет. Небольшой организационный сбор и первая остановка. Центральная площадь в Индзе. Здесь байкеров уже встречает ветеран труда Павел Белянин. Здравствуйте. Простите, маленько задержались. Бывает. Бывает. Задержаться у мотоциклистов была веская причина. Они совершили героический поступок, сами того не подозревая. И даже спасли человека из пожара. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Буквально сейчас, полчаса назад, наши участники мотопробега совершили героический подвиг. То есть, произошло сгорание там за селом в Елове на базе отдыха. И они вытащили из пожара человека. Вот видите, как получается. Спасибо вам. Хочется выразить вам огромную благодарность за то, что вы организовали этот замечательный пробег. Алексей Николаевич, вам отдельное спасибо. Именно в этот день ваша инициатива, она совершенно заслуживает внимания, огромной благодарности. И вы проедете по нашему Индзенскому району. Вместе с местными властями поддержали мотопробег и священнослужители недавно построенного Индзенского собора Рождества Пресвятой Богородицы. Ключать собор и благочинный Жадовского монастыря Иеромонах Тихон с молитвой сопровождал мотопробег. Хотелось бы поблагодарить организаторов в лице Алексея Николаевича. Всех ребят, которые откликнулись, приехали на данное мероприятие. Почтить память подвига нашего народа. Ну что хотел сказать всем, всему нашему народу, совершившему подвиг вечная слава погибшим вечной памяти. Собор Рождества Пресвятой Богородицы стал одним из мест, где останавливались байкеры. Отец Тихон вкратце рассказал гостям историю этого храма. Также любители мотоциклов возложили цветы и почтили память героев у каждого городского памятника, так или иначе связанного с Великой Отечественной войной. Прошу почтить память воинам инзинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Минуты молчания и преклонения им колен. На доме номер 32 по улице Мира на торцевом фасаде есть огромное граффити. На нем изображены 8 ветеранов-инзинцев. Шестеро из них – герои Советского Союза. Двое – полные кавалеры Ордена Славы. Эта остановка стала крайней в автопробеге. Напоследок мотоциклисты дали затяжной гудок, напомнив всем, что никто не забыт и ничто не забыто. Татьяна Додина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск, из Индинского района. И на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Дали информацию о погоде. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» выйдет в эфир в 14.30 по местному времени. До встречи. Как обеспечивается контроль за проведением голосования? В течение всех дней голосования с 25 июня по 1 июля работают наблюдатели. Как в помещениях для голосования, так и вне помещений для голосования. Наблюдатели обеспечивают контроль за процессом выдачи и получения бюллетеней и наблюдают за тем, чтобы участник голосования, получивший бюллетень, был включен в список участников голосования. Присутствуют при запечатывании бюллетеней в сейф-пакеты по окончании каждого дня голосования. Участвуют в составлении акта по итогам каждого дня голосования. Могут ознакомиться с сохранностью сейф-пакетов с бюллетенями, которые хранятся в металлическом сейфе участковой комиссии до момента подсчета голосов 1 июля. Наблюдают за всеми этапами подсчета голосов после завершения голосования с 20 часов по местному времени 1 июля получают от участковой комиссии заверенные копии протокола. Ваш голос будет учтен точно. Медицина касается абсолютно всех. Меня, вас, наших детей, родителей, абсолютно всех. Медицина сегодня подчиняется местным властям, и не везде. У нас одинаково высокий, достойный уровень медицинской помощи. Чтобы иметь везде, по всей стране, одинаково доступную, одинаково качественную, достойную медицинскую помощь, я считаю необходимым внести этот постулат в основной закон страны. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем по области от 18 до 23 градусов тепла. В Ульяновске плюс 19, плюс 21.